Итак, начинаем нашу пресс-конференцию, посвященную событиям, которые произошли в Соловьевском районе. Это накрытие наркотической наркоточки, нахождение 22 мешков как бы кондитерского мака, но вот по этому вопросу в очереди. Поэтому факту есть еще много вопросов. Давайте посмотрим, что происходило, в том числе с активистами. Продолжение следует... Я могу подклицовать на каких основаниях проводится вырубка, если взять скульпт. Симина, сэмута. Да. Что-то 30 лет. Ну, сколько? Где-то, если не было, то... Так, как вы видите. ... Санкт-Петербург 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 Будем дальше в такой раз вращивать, есть зелье вращивать, есть в другом месте, вот, высыхание, ну, может, либо не подходит, может, жара какая, видите, даже тень, ну, высыхание, можно, можно пойти посмотреть по корону, где, ну, хотя с утра корону уже все улучшает, это уже крутое дело, но никогда не стали, процедура очищается, нарезается в возле, вот, а проекцию будет, вот, через два метра, через четыре метра, ну, сажается, опять же, ну, я-то думаю, что будем тут, будем тут сажать всю полюбку. Ну, проект составляется, ну, срок будем, будем стараться, чтобы осенью посадить, надо осенью в этом проекте, могу посадить, то есть самое позже, пересу. Он, ну, реализуется, что-то подойдется? Конечно, ну, через год еще, на бирже торгует, через год, она покупает, договора, на самом деле, выезжает, приезжает, ну, через год, мы тоже, понимаете, процесс, он приезжает, решает. А кто занимается реализацией? Реализация через, ну, на бирже выставляет. Вот, есть экономисты, которые используют, там, есть, ну, там, экономисты, там, врачи, в целом, врачи, в целом, врачи, в целом, врачи, в целом, врачи, в целом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хороший. Я тоже думаю, что хороший. Перемешку с соломой. То есть семечко перемешку с соломкой, да. Вот это зачем? Помогать, что больница должна быть специально в больницах. Понимаете? Зачем на вечер? Вы понимаете, вот даже если взять вот так вот, то просто закрывать ее вообще. Вот, ВТБ. Да. Вот, вокруг ВТБ. То же самое. Да. Ватсон, то же самое. То есть? Ну, кругом. Маком торгу? Нет, это того. Маком торгу? Нет, не могу. А, то есть, когда вы держали компрессию, вы расширяете, а затем не было в области маком. Нет, ну, просто же точно. Да, я же собираю. Да. Я же не отдавать не надо. Смотрите, сколько с масовой соломки будет делать. Для масовой соломки. Перемешку. И он, наверное, от этого? А, да. Да. Вот товары. Вот товары. Наверное, людей спасают. От людей болеют, они спасают. Да, смотрите, ребята, на работе как это происходит. Как надо за них заниматься, если они с тобой. Чем вы занимаетесь? Да, это нет. Да нет. Да нет. Да нет. Я даже не знаю, что тут труды какой. Накоманды должны управлять в порядке. Ну, лучше, что я могу сказать. Ну, правый сектор молодцы, я могу сказать. А милиция – минус. Лучше, что можно сказать. Можем. 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 Лучше, что мы можем говорить. Мог, немножко я показалась в свое время. Ну, тогда, что? Пока не уберется, вот это все. Они сердце имеют. Не то, что получают, а получают. Получают очень много. Где? Где пищевомак? Вот теперь вы коснулися купить пищевого мака. У нас есть самосколтавчин, не знаю, что такое, что летит, допустим, на маковые купить оцю маку. Где можно было купить просто чистого пищевого мака? Я вот рисовать, потому что уже танцы, я так сказать, в фильме, а в нем. А вы вы заедете милицию, на вашей прямой милиции. Вы обязаны клиентами, вы заедете милицию. Откуда вы знаете? Вы заедете милицию, без любого слова. Наркоти? Да. Наркоти? Да. Третий. Вы же понимаете, что это липо? Нет, это не липо. Это липо? Это липо? Я часто не понимаю. Покажи мне здесь вот это слово на произведении. Копия. Хвост и лапы. Глаза вот, tasks. Давай, возьмусь сейчас, это липо? А слово мыслить копии? Нет. Это боги. В свете на боги, видишь? Это один из ингредиентов, которые продается в свободной продаже. Он, это считается относительно леходоступным наркотиком, так как он продается в магазине, в свободной продаже. Якобы продуктовом в магазине продается растворить. Нам это все надоело, давайте все вот здесь и сейчас, положим просто это украсть. Вот уже где, и у всех, давайте возьмем сейчас, это и даем. Возьмем. И вот, 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 вот. А вторичок, кто такой? Молоденький. Может, помогу поставить сейчас. О-о-о-о-о-о-о-о! Вы на случай. Погодите. Погодите, ребята. Это мешки с вами. Спасибо. Ну вот, примерно, суть понятна. Можно с леса сразу по порядку. Уважаемые жители Харьковщины, лес выпиливают незаконно на том основании, что в какой-то период времени был отщепнут от Дерачевского района и переведен в Ленинский вот этот кусок земли. Этого никто, соответственно, не знал. Мы узнали уже, когда приехали непосредственно на место. Значит, нарушения были вкратце такими. Зареистрирована одна бензопила, было три. Это как мелкие. Одна, по факту, три. Я их зафиксировал. И сухостоя там, ну, один процент. То есть это все здоровые деревья тоже. Я их практически все фотографировал. И они сразу же выжигали там на месте, то есть пеньки, ну, как бы метали следы. Что еще по лесу. То есть я провожал их сразу, они везли его на мебельную фабрику в Солонидзевке. То есть нарушения достаточно, я думаю, серьезные. Если разобраться еще в тех документах, которые они предоставляли, то есть да, тем грамотным юристам, то, я думаю, там еще найдется нарушение. Вы называли правоохранитель именно в лес? Да, конечно. Как это реагирует правоохранитель? Все зафиксировали, пообещали разобраться. Я уверен, что они были заранее осведомлены. Они это знали. То есть вообще это санитарная группа. Но по факту это одна из многочисленных коррупционных схем, которые процветают. И процветают в большом объеме. Это большие деньги. За большими деньгами всегда стоят большие люди. Терпят обычные жители, которым, допустим, и так уровень экологии. Это же все влияет на уровень экологии, правильно? То есть дерево дает нам свежий воздух. Я дополню еще. Значит, там захоронение. Места расстрелов еще с войны Великой Отечественной. Памятник стоит. Там большое количество было зарыто. Может, и до сих пор есть снарядов, боеприпасов. И что еще? Именно в этом лесу, да? Да, именно в этом лесу. И плюс там, значит, рядом поселок Серяки. Это элитный поселок. То есть сотка там примерно стоит, ну, как на Флоринке, на роддочах. То есть дальше этот лес, понятно, засаживаться не будет. А как бы его с молотка, я думаю, это мое предположение. Ну, я думаю, поделят на участке. Потому что... То есть, по факту, это испределение в Ленинский район уже города Харьков? Да, да. То есть, не из области, а участка? Да. То есть, когда это было сделано, это неизвестно. Ну, плюс еще выгодный бизнес, продажа сейчас дров. Очень выгодно. Когда я первый раз подъехал... Ну, начальный этап – это продажа дров, потом продажа земельного участка, я так думаю, последует. И я абсолютно не удивлюсь, если через год, через два мы там увидим какой-нибудь красивый стоящий дров. Совершенно верно. Когда я туда подъехал первый раз, ко мне подошла сразу... Ну, я подъехал и начал снимать. Значит, ко мне сразу же остановится машина, подходит женщина и спрашивает, почем, мне нужно пять кубов леса, почем. Я говорю, я как бы не торгую, спросите у ребят. То есть, вот так вот. То есть, они с места сразу и торговали. Вот, по лесу – все. Понятно. Ну, есть какой-то выход, который будет за этим? Конечно. Мы сейчас пытаемся, ну, как бы, тут есть две вещи. Вот, если, допустим, не брать в учет всю бюрократию, как бы, в бумаге, то есть, у нас есть реально эффективные методы борьбы. Громада хочет контролировать. Плюс, ну, как бы, я уверен в этом, что все жители, ну, местные, они нас поддерживают всецело, то есть, полностью. Ну, вы сами местные жители? Да, и в эту всю ситуацию я просто ехал с работы, увидел, подошел, и я понял, что действительно нужно что-то делать. Чтобы что-то получилось, надо всегда с чего-то начинать. Я там родился, вырос в этом лесу. У меня маленький ребенок есть. У Андрея маленький ребенок. Мы там растим детей. То есть, и мы хотим, чтобы, ну, хоть что-то стало лучше. И пытаемся для этого хоть что-то делать. А, то есть, Громада вас поддерживают? Конечно, все цело. Вы умеете местные? Наемная бригада. Наемная бригада, да. Работающая, я так понимаю, то ли по договору, то ли по контракту. Опять же, там были нарушения и по технике безопасности, и по накладной, которая у них там была, или как ее там правильно обозвать, в которой было прописано 4 человека рабочих, там одна бензопила, там средства защиты, там те же каски или еще какие-то. Тем не менее, по факту, у людей было на порядок больше. Пил было 3 штуки. Об этом Андрей уже говорил. Ну там, начиная от самых мелких нарушений и туда выше уже было достаточно. Совокупность, большая нарушение. И это все просто делать ради денег. Все это прекрасно понимают, это знают местные жители, это знаем мы, я думаю, и для вас, я думаю, тоже вы как здравоохранитель, все это понимаете. А вечером вывозят на мебельную. Людям просто вот так вот продают эти дрова, просто у нас нет реально доказательств, но по слухам очевидцев всех это все продается, так как сейчас дерево с нижней стоимостью газа большим спросом пользуются, сейчас люди в основном переходят на дрова, то есть это довольно-таки А лесники что говорят? Лесники молчат. Лесники либо молчат, отмалчиваются, ссылаясь на то, что вот у нас есть начальство, все вопросы к нему. Они хотят лишний раз говорить, чтобы как-то себя не скомпрометировать, то есть вот так вот они или будут избегать всяческих встреч с активистами. Ну я как психолог могу сказать, что у нее глаза вот так вот бегали, когда он отвечал на все вопросы. Конечно, конечно бегали. Я прошу вас, давайте приверемся. Давайте теперь вторая ситуация. Итак, магазин, Богдан, Солоницевка. Хорошо, как вы мне делаете? Давайте я начну. Проблема стоит постоянно. Реально все жители поселка об этом знают. Все видят в очередь, как каждый день, как по расписанию. В определенное время определенный круг лиц, это наркоманы действующие, ходят туда за маком, за растворителем. И там все настолько у них налажено, честно, просто диву даюсь. Реально. Милиция смотрит сквозь пальцы вот так на это. Ужасно. Там все проплачивается. Люди, то есть, уже, ну, жалобы поступали неоднократно. Никакой реакции. В этом случае, ну, как бы, мы понимаем, что либо что-то делать, а если это делать в правовом поле, то, ну, сами чтобы прекрасно понимать, что ничего не получится. Мы просто решили действовать. Действовать, ну, как мы считаем, эффективно. То есть, попытаться это все прикрыть. Вот. Это было очень давно. Это было всем известно. Но вот мы с чего-то начали. Люди тоже все, то есть, тут в этом случае, допустим, если брать вырубку леса и, допустим, этот инцидент, в этом случае, ну, поддержка людей была просто колоссальная. Просто колоссальная. Начиная от детей, которым 5 лет, заканчивая бабушкам, которым 60. То есть, это уже, как бы, я считаю, что выражают, ну, все целую, да, вот, поддержку населения. И люди сходились сами. Просто услышали от кого-то, пришли. Услышали и пришли, потому что все хотели... Было около 300 через 400 людей просто, которые пришли поддержать и именно просто решить эту проблему. Просто люди много, как бы, хотели сделать, но они не видели поддержки, к которым можно примкнуть, то есть реальную силу, к которой можно примкнуть и которая что-то сделает. Потому что и угрозы неоднократно сыпались. И даже в тот момент, когда мы это делали, нам предлагались деньги, я так сразу сказал, вот сейчас сказали, чтобы я ушел, дают тысячу долларов просто, чтобы я ушел. Вот предлагали это при всех. Ну, я такого ничего не скрывал. Сказал, вот, только что предложили деньги. Это, ну, на камеру говорил. Все, то есть, но мы реально хотим положить этому край. Вот именно в этот момент, именно сейчас мы хотим действовать. Хотим просто положить этому край. Здесь и сейчас. Значит, еще я хочу дополнить. Бегу на пробежке, в дереве торчат шприцы. Иду с малышом гулять. На аллейке без колпачков валяются эти шприцы. Иду на брусья, прихожу на спорткомплекс. Отжиматься валяются вот такие вот. Вот такие тоже. Два шприца. То есть масштабы в Солоницовке. Ну, это понятно, о какой культуре речь. Там мазов не хватает, даже мусор был. Дошло до того... Андрей, а Вы не пытались найти тех людей? Вы же знаете, все местные жители? Вы же знаете, кто колется? Конечно. Всех, многих знаем. Да, ну так это же уже как-то влиять на их. Не просто поговорить. Сейчас можно сказать... Просто поговорить разговора с ним не о чем говорить. Общаюсь я с этими людьми. Ну, как бы сейчас уже намного меньше. Ну, чисто по роду этой деятельности. Спрашиваю, почему, как, для чего, зачем, как они видят выход из этой ситуации. Вот, ни один человек мне сказал, что если не будет здесь этой семечки и ближайшая к округе, ну, округе, допустим, это Холодная гора, то есть центральный рынок, чтобы это было менее доступным. Потому что, если сейчас просто его под ноги рубаря так разбросать, его, да вот оно, хочу, ну, бери, не хочу. То есть, естественно, проблема останется. Просто, если убрать это, этого не будет. Меньше, допустим, будут люди как-то, то есть уже можно будет как-то реабилитироваться. А это уже становится заметно. С каждым годом их становится все больше, больше и больше. И приобретает в Солоницевке очень больших масштабов. Вы обнаружили одну точку? Две. Две точки. Сколько еще таких точек? О! Ну, около десятка точно. По Хайкову? Нет. Именно по Солоницевке, по Солоницевке, то есть в ближайшие районы около, наверное, десяти. О, около десяти, да. Ну, я так подозреваю, что кто-то крупный, и один, значит, занимается все этим, а остальным дают на реализацию. А как именно это обращается в случае участковой милиции, как вообще они относятся, то есть вы заставляете ли вы это делать или сами что-то делать? Как вообще ситуация с теми, кто должен... Я понял вас. Смотрите, ситуация как бы в следующем. Я знаю, как оно есть. Я думаю, не секрет для каждого из присутствующих, как оно есть. Если деньги платятся человеку, то человек держит язык за зубами, на некоторые вещи смотрит сквозь пальцы. Это всегда было, оно так и есть. И когда пришли туда милиционеры, ну все видели, все по ним видели, что они все знают. Это каждому это ежу было понятно. Ну, говоря, мы вызвали тех милиционеров, которые покрывают, их же заставили оформлять. И на провокационные вопросы, когда, допустим, мы спрашивали в присутствии журналистов у хозяйки, скажите, пожалуйста, кто вас крышует? Кому вы даете деньги? Милиционер просто сделал вот так. Он думал, что если сейчас это скажется на камеру, ну... Хозяйка заявила... Это мало произойти, потому что хозяйку, когда наконец-то привезли на место происшествия, она, оказывается, дома праздновала в этот момент какое-то там семейное торжество. И была немножко на подпитии, на веселеме. И все. И не могу сказать, что очень, скажем так, держала язык за зубами. Очень многое было сказано, лишнего сказано с ее стороны. Не раз, не раз отходили ее. Торговала, торгую и буду торговать. Как опытный уже человек, который вскрывал его точки, скажите, последовательность действий, кто были эти люди в черной форме, с которыми Сергей... С черной форме это были люди, представители из коммерческой охраны, договор у которых заключен с этим магазином на оказание услуг. То есть, естественная реакция продавцов и хозяйки магазина, это они вызвали охрану. Все. Ну, на месте, естественно, разобрались, там было все в порядке, они потом еще и были как понятые, опрашивали их и все остальное. Что я хочу добавить по, как говорится, сути изложенного. На самом деле проблема очень широкая и не только в той же Солоницевке или в Харькове, в Харьковской области. Она очень болезненная по всей территории Украины. И проблема заключается в том, что с одной стороны бороться с этим нужно. Все-таки наркомания это достаточно серьезная проблема нашего времени. И так как мы выступаем в первую очередь за здоровый образ жизни, в первую очередь среди молодых ребят. Но есть один маленький нюанс. Это на законодательном уровне присутствующая так называемая дырка в законодательстве, которая позволяет абсолютно на законных основаниях завозить эту семечку маковую и торговать ее. Для того, чтобы на данный момент доказать, что эта семечка является наркосодержащей, а не кондитерской, это нужно ее отдавать на экспертизу, которая стоит денег. Экспертиза занимает определенное время, которого тоже не всегда хватает. То есть это достаточно длительная и сложная процедура для того, чтобы доказать, что это действительно наркосодержащее вещество, похожее на маковую семечку. И соответственно уже принимать необходимые меры со стороны правоохранительных органов. Вот то, о чем мы говорим давно, и то, что мы пытаемся донести в первую очередь не только до общественности, но и до высших представителей правоохранительных органов, той же прокуратуры и МВД, что этот вопрос нужно решать на законодательном уровне непосредственно в Киеве. Уже не у нас, не в Харькове, потому что борьба с нашей стороны с этим маком, с торговлей этим семечкой будет продолжаться по-любому. Не всем это будет нравиться, далеко не все будет проходить гладко, я это прекрасно понимаю, проблемы будут всегда, но тем не менее борьба будет продолжаться, это наша принципиальная позиция. Для того, чтобы найти правильное решение этого вопроса, это нужно решать именно на законодательном уровне. Это однозначно. И что я хотел добавить, на самом деле вот эта проблема, так как я понял, волнует, наверное, только нас. Вот те люди, которые должны этим заниматься, которые за это получают деньги и все, да, они не занимаются этим вообще, а наоборот получают с этого деньги. Они должны с этим бороться, они способствуют. Ну и реально эта проблема, реально здоровье всей нации. Подрастающего поколения, которое смотрит это, думает об этом, и потом, ну, в скором времени перед ними станет выбор, они попробуют ли это самому, и это самое страшное. Бабушки, которые, допустим, смотрят на своих внуков, детей и видят это все. Это огромная проблема, ну, это просто ужас для семьи, когда вот есть какой-то наркоман. Вот, но этим никто не занимается вообще. И вот эта ситуация получилась просто, вот, как, все ли поговорили, а давай с этим будем бороться, а давай. Я хочу добавить, значит, еще, как бы, проводился такой эксперимент небольшой, со слову тоже одного наркозалежного, значит, объясняет как, вот этот, который мак растет на огороде, из него вытрушивают семечку, варят, колятся, ноль. А вот этот, который продается в магазине, то есть, почему-то дает какой-то наркотический эффект. Возможно, что его напыляют, опыляют чем-то. То есть, тоже такой момент есть. Спасибо очень, давайте вопросам. Не стесняйтесь, чего-то задавайте. Я, допустим, думал, что вы зададите мне вопрос, допустим, что предложить взамен. Да, потому что, как бы, там всех, как бы, там, так, так, тоже нельзя. Нужно что-то наркоманов, значит, предлагать какую-то, допустим, я знаю, в Полтаве есть заменительная терапия. Но это тоже не годится, это не возвращается к этому. Ну, как-то нужно, значит, реабилитационные центры. Либо на основе, там, свидетелей Еговых есть в центре, чем они там занимаются. Ну, я, к примеру, говорю. Ну, давайте, да, проблема наркоманов. То есть, их же, не просто, а, как бы... Скажи, пожалуйста, у вас в Солнисовке есть ли люди, которые просто выращивают себе мак и эту семечку продают? Нет. Таких мы не имеем? Нет, однозначно. То есть, если мак продают в магазине, то это привезут? Конечно. Спрос создает предложение, и наоборот, это законы рынка. Скорее всего, это лаборатория. Когда оно килограммами продается, в таких сумасшедших объемах, что просто, ну, где удаешься, никто не будет этим заниматься. Легче пойти и купить это в магазине, если это все доступно. Вот, бери, не хочу. Ваше дальнейшее действие. Вот, скажем, вы сейчас ускорили две точки. Бороться. Вы опубличили эту информацию. Знаете, что еще есть восемь. Дальше что может происходить? Хотим, значит, осередок общественной организации какой-то создавать по поводу охоронного и громадского порядка. И таким образом контролировать и милицию, и те же самые точки, и тех же самых наркоманов. Ну, только согласно с законодательством Украины. Не только, допустим, это проблема наркомании. У нас еще есть игровые автоматы, которые абсолютно сейчас нелегальны, но открыты при этом. И там играют дети, которых даже в 18 лет нет. Они приходят и с той деньги, которые мама на булочку дает, он идет, а в игровые автоматы тратит их. Муж возвращается в семью, у него думают, ну, дети ждут. Он зашел в эти игровые автоматы, просадил там зарплату, все абсолютно. Ну, то есть, беззаконие, уровень беззакония просто зашкаливает. И те люди, которые действительно могут эффективно с этим бороться, они вне правового поля, хотя у них есть желание, да. А те люди, которые должны с этим бороться, закрывают глаза на это и берут деньги. Вопрос. Слониться, это Дергачевский район. Так точно. Вы обращались непосредственно к району администрации Дергачевского района? Да, естественно. Мы сразу же поставили в известность Сан Саныча Политуху, да, о том, что вот на его территории, скажем так, с нашей стороны проводятся подобные действия. И могу сказать, что с его стороны мы встретили абсолютное понимание и взаимодействие. То есть, в этом вопросе он с нами сотрудничал на всю катушку. Могу ли я спросить, вот такой вопрос. Соградитесь ли вы сделать некую народную дружину, которая будет ровносуточно, скажем, присутствовать? Это вот в районе? Да, в перспективе. И пресекать, потому что... В перспективе есть такие планы, но я бы не хотел их более детально затраивать, чтобы, как говорится, не раскрывать карты. Хорошо. Тогда скажите, вот ту начальницу этой точки, которая привезет, что она сказала такого, что нельзя было бы... Что она сказала? Давай я расскажу, а то я знаю, что ты сейчас не сдерживаешь эмоции. Я сказала, торгую и буду торговать. И еще она всех собравшихся назвала быдлом. Те люди, которые говорят, давай по-человечески, просто по-человечески. Ну не надо торговать. Ну это ж наш поселок. Палим сейчас, говорим, это все. И закрывается. А человек настолько алочный и погубил уже не одну судьбу. И реально, если брать, говорить такими вещами, просто простыми, торгует смертью. Потому что у них... Много было сказано нецензурных слов, много оскорблений было сказано. Там были даже несколько моментов таких, когда нам самим приходилось, что называется, ее вытягивать из толпы. Потому что реально могло уже дойти до мордобоя, до самосуда. То есть ее уже, можно сказать, приходилось спасать. Поведение ее, конечно, провоцировало общественность. Очень сильно провоцировало. И она была пьяная. И когда приехала, она еще дальше начала пить. Пыталась, ну предлагала выпить. И сотрудникам милиции нам говорит, давай сейчас выпьем, вот все обсудим так вот. Давай. Ирюне, честно, говорю, ну не хочу. Я борюсь с этим, а вы мне предлагаете. То есть она ко всему не то, что несерьезно отнеслась. Она понимала это все. И я приехал, изначально мы приехали к ней домой. У нее огромный особняк. Я теперь понимаю, на какие деньги это все было построено. Примерно мы знали объем. Мы потом расспросили, получается ее взять, а он это все как бы контролировал. Расспросили, в каких объемах они продают, по какой цене ее закупают, по какой они ее перепродают. Там зафиксировалась розничная цена. Мак такой-то, такой-то. Вот 130 грн килограмм. Просто она не хотела отпускать эти деньги, эту схему. Допустим, реально у нее много было видов товара. Там магазин большой. Но, если брать прибыль, то 70% прибыли от всего магазина, это была конкретно одна продукция Мак. Там Мак 130 грн. Не пакетированный Мак, допустим, который для булочек. То есть она мотивировала это тем, что это Мак, мы тут печем булочки. Хотя там, кроме микроволновки, мы ничего не увидели. То есть, да, а реально объемы были такие, что можно было кормить все с алганицем по этими булочками. Вообще, Александр, первый сюжет был магазин Погнан, а второй был магазин Солнечный. Да, точно. Когда уже подтянулись активисты, то есть я, у меня очень много знакомых, я занимался раньше спортом довольно-таки продолжительное время. И, соответственно, общаюсь со всеми спортсменами. И позвонил, сказал, ребята, подходите, давайте сейчас сделаем то, что нам потом будет не стыдно, детям глаза посмотреть и чем мы будем гордиться. И откликнулось очень много людей. Кто-то пришел с женами, кто-то с детьми, кто-то бабушку привел. Люди собрались и сказали, давайте, у нас сейчас есть здесь точка, мы здесь сделали, допустим, какие-то действия. И люди это увидели и до сих пор там не торгуют. До сих пор пока это сдерживают как-то. Это, получается, семейный бизнес был. Да, да, да. Фактически, да. И самое страшное, что мне не понравилось, сын хозяйки учится на прокурорском факультете в Юрокадемии. Это в Благдане. В Благдане, да. И, наверное, на эти деньги он учится. То есть, может, кто-то человек честный был и хотел стать прокурором, но у него нет денег. А тут человек, который зарабатывает на наркоте идет прокурор. Вот так вот мы живем. Потом, соответственно, как он будет реагировать как-то, как он будет вообще закон собрать с теми. У меня у вас в Ларицевке уже были случаи, когда вице-провод сектора накрывали точки продажи. Тоже постоянно вызывали милицию, они обещали разобраться, брали на экспертизу. Вы отслеживаете вообще, как это будет расследование? Продают ли МАК на тех же точках сейчас? Скажу так. Мы пытаемся, конечно, отслеживать, каким образом продвигаются эти дела. Но, опять же, правоохранительные органы, они как бы не отчитываются перед нами. Какие-то официальные запросы мы, конечно, вправе направлять им. Но, опять же, бюрократическая машина у нас никуда не одевалась. Она работает на полную катушку. Естественно, по точкам, которые мы уже закрывали, мы стараемся отслеживать, продолжается ли торговля, либо нет. Разные факты, разная информация поступает, но все равно мы продолжаем движение и работу в этом направлении. В основном все сводится к тому, что, опять же, на абсолютно законном основании точка продолжает торговать. Потому что в юридическом плане этим людям особо нечего предъявить. Это то, о чем я говорю, что эти вопросы нужно решать на законодательном уровне. То, что активисты, и мы в том числе пытаемся бороться с этим, это все хорошо, это все понятно. Но эта борьба с ветряными мельницами, она будет продолжаться бесконечно до тех пор, пока это конкретно на законодательном уровне не будет прописано. От себя не знаю, пусть этим занимаются более сведущие люди. Чего не хватает? Чего не хватает? Запретить все. Первоначально. Взял бы конкретно вот эту серию. Нет, запретить все, это не выход. Если это является наркотиком, пробежать запретить. Какая-то ли служба, или допустим, есть у нас одно, да, посмотрел наркотик, запретить. Сразу запрос именно конкретно по поводу этой продукции, запретить. Потом следующее там, растворитель, составляющая этого наркотика, да. У нас есть видеозапись, в которой наркоман берет один ингредиент, второй идет, варит. Это все абсолютно нормально. Кондитерский мельцин, кондитерский мельцин. Хочется мне этим не заниматься. Ну не могу я, не хватает у меня силы воли. Помогите мне с этим побороться. Помогите, и мы боремся, и таких очень много. И оно только распространяется, это как вирус какой-то, честно. Потому что там вот будут идти в компании пять наркоманов, один нормальный. Они так походят месяц. Как вы думаете, кем станет этот человек? Я думаю, наркоманам с вероятностью 95%. 100%. Спасибо. Вопросы? Все. Благодарим вас за вашу деятельность. Надеюсь, что вы пресечете на кармане. Будем стараться, да. Будем работать. И вам спасибо за внимание большое.